привет друзья кстати всем вам от меня большой ночной пламенный как эта свеча привет на часах уже утро почти да уже утро наверное так или вот так 4.15 утра 04.15 у меня в руках свеча вот такая вот уже догорает она видите да ну и начнем мы сегодня со страшных историй я открыл у себя рубрику на канале жарко страшной истории есть даже плейлист вы можете зайти на канале в этот плейлист и посмотреть видосики видосики не выдуманные пока что я еще ничего не придумывал все происходило в моей жизни лично друзья со мной поэтому если вам интересно то можете зайти и посмотреть также оставить какой-нибудь интересный комментарий и лайк обязательно вот такой вот жирный прижирный видно нет лайк желательно блин у меня оператора нет видите мне приходится как-то вот и заощряться не выговариваю и снимать себя для вас хотел давно это видосик запилить но мне лень то лень то дела то еще какие-то причины находятся как у многих наверное блогеров может быть нет а блогеров хотя поскольку у меня вас немного пока что и просмотров почти нету и нет просмотров да и подписчиков естественно тоже ладно я надеюсь когда нибудь когда нибудь кто-нибудь попадет на этот видеоролик поставить лайк комментарий и обязательно конечно его досмотрит может быть даже до конца давайте начнем с истории история со мной произошла пару лет назад друзья история наверное сегодня будет тема такая у нас бесов если бесы в реальной жизни или их нет вообще на взгляде такие темы снимать это жутко даже но чего для вас не сделаешь да да и мало ничего в жизни бывает вот так вот кирпич там или сосудка на голову упадет сейчас на улице зима и так я вам не успею рассказать эту историю а мне бы очень хотелось друзья и с вами поделиться мне уже все пальцы воски воск горячий сволочь и обжигает мне пальцы но я даже от этого кайфую вот плюс еще видите как мне приходится это вот такую вот позицию выбирать чтобы и в кадр попасть и оператора нет у меня сзади позади телефона у меня зеркальце такое маленькое косметическое оно у меня как такое зеркало как в автомобиле я вот смотрю и вижу себя в кадре на как мне удобно вот так или вот так нет наверное вот так вот стану ладно давайте не буду окрепляться на камеру произошло это пару лет назад я тогда отработал в акту подмосковье и поехал к родственникам в один там я встретил знакомого вернее мы созвонились с одним парнишкой и он говорит давай я тебе устрою отдых после вахты друзья те кто не знает вахты это командировка питерная может быть на месяц может быть на два у меня она длилась три месяца даже не два даже три вот я можно сказать так работал целыми днями там до командировки и не гулял вообще работа сон работа сон вот и хотя нет что-то я снимал для вас вот я тогда дмитриеве был и у меня есть ролики про дмитров друзья я приехал он мне говорит давай мы с пойдем погуляем отдохнем я девчонку позову знакомую вот может быть даже с ней отдохнешь там купите алкоголя да и посидите так мило встретились мы с этим знакомым парке на лавочке пошли присели дозвонились той девушки вытащили тоже я ее до этого не знал познакомился с ней впервые она довольно таки была симпатичная такая знаете кто петли смотрел такая девочка с кудрями золотистыми такая вся как солнышко яркая да короче друзья красивая девчонка что тут уже скрывать вот я немного так на нее глаз положил но мой знакомый скажем так тоже на нее глаз положил он наверное не просто так позвал поскольку у меня деньги были думал наверное сейчас это посидим он с ней уйдет но ушел с ней я приходим мы к ней домой у нее конечно я был немного в ужасе да у нее нет почти не мебели не обоев кровать у нее я не знаю сколько на постельное белье не стирала но погода наверное это точно если не год очень оно было грязное друзья не стиранное вонющее также друзья на кухне у нее посуда не вымытая грязь везде тараканы еще кстати у нее черный кот был черный котенок прям ведьма такая да увидим обычно тоже такой вот беспорядок может не у всех может есть какие-то приличные ведьмы вот на это ведьма была вот такая вот нельзя не зря же говорят друзья что ведьма они рыжие у них черный кот друзья когда мы с вами дойдем где-то ближе к середине ролика тогда вы поймете почему я ее обозвал ведьмой кстати не буду я озвучивать имени наверное ее это не нужно но вот и девушка если вы меня смотрите то привет вот так вот друзья бывает да встретился с другом а ушел с девушкой заходим мы с ней в квартиру она сразу в ванную как многие девушки наверное любят ванну принимать да и мужчины наверное тоже и вы знаете друзья когда к ней прошло на кухню что меня удивило то что этой девушке у кровати там стоял диванчик вернее не кровать то что у диванчика стоял топор самый да друзья вам не послышалось самый настоящий топор таким которым деревне рубят дрова и меня это немного шокировало в городе квартире до топор на кухне у диванчика притом у нее подушка там где в изголовье стоял внизу на полу рукоятка облакоченный к диванчику топор я ее спрашиваю а зачем тебе топор нужен возьми сразу дико стрёмно как будто какому-то маньяку попал в квартиру плюс у нее дверь была железная замок весь вывернутый весь разбитый выкорчеванный вот так вот скажем ну вот и долгом он не закрывался если закрывался то потом тяжело было дверь открыть потому что выплинило постоянно имеют всякие мысли то что попал я непонятно куда непонятно кому но я думаю у многих из вас до возникли бы такие мысли сразу да и паника немного и страх она мне объяснила как будто не бойся вот просто я я живу одна я боюсь ко мне бывают всякие там знакомые заходят мутные ну к ней и типа вот она боится да поэтому нет опор у меня это конечно насторожило когда мы зашли друзья к ней в квартиру она пошла ванную принимать с пеной да так легла такая она так валяжно лежит пены себе много сделала да прям как фея какая-то да в мыльных пузырьках я слышу кто-то к двери подходит да а муж в квартире были мы же с ней закрылись изнутри кто-то ломится дверь смотрю в глазок а там мужик метра два на два да я в панике я говорю ты же сказала что у тебя никого нету если себя тогда вы знаете как анекдот их любовник квартире да и муж приходит а нет это мой бывший ты ему дверь не открывать я просто убил я метр с кепкой ростом до меня метр семьдесят с небольшим ростом и там дяденька такой на двухметровый кабан у надеть не открывая тоже не открою не бойся нормально будет вот она мне кстати друзья после этого говорила очень часто что мужчины к ней телефон обрывался постоянно постоянно ей звонят очень много мужчин штабелями да прям перед ней укладываются она где я не знаю что я делаю я не могу ничего с этим сделать с одним разойдусь он идет обратно потом уже другой они уже двое трое там четверо идут то есть мужики у нее я так понял не переводились и то что вы уже не стояли перед дверью но наверное немного так это выглядело то что они как зомби да то есть как заколдованные шли к ней и кстати друзья ни разу не услышал от нее то что она ведьма я ее подкалывал говорю да рыжая вся такая кучерявая странная с топориком на кухне у диванчика ведешься так на улицу там улетаешь не на метле ноги швом ты наверное говорю ведьма она грита нет я не ведьма блин пальцем горячо я не ведьма я только учусь быть ведьмой шучу она мне вот я вам расскажу у меня была такая ведьма в кавычках у нее даже группа вконтакте там деньги зарабатывает неплохие снимает порчи или наводит порчи а гадает на таро но эта девушка она этим ничем не занимается и занималась вернее сейчас не знаю и она мне не сказала ни разу то что она ведьма поэтому я считаю то что она ведьма ну как естественно любой парень и девушка мы с ней посидели выпили покушали то что я купил в магазине и легли в кровать тут я думаю ничего такого пошлого не будет если я скажу что мы занимались с ней но вы поняли да чем мы с ней занимались вот и что меня поразило в этот момент она во время секса она начинала как кошка мяукать то есть меня вот это немного испугало потому что моем опыте это было впервые когда девушка так вот нет у меня были девушки которые там кошечку изображали но у нее настолько вот мяуканье было нечеловеческое да вот именно как вот кошка то есть не отличишь вот это конечно аж мурашки меня тогда по телу пробивали да не оттого что меня прям так кайфово а мне немного дико было ну вот реально реально кошачий кошачье мяуканье реально кошачьи звуки друзья то есть ну мне немного стало ни по себе у нас только друзья у нее это прям такие звуки исходили прям реальная кошка я немного даже испугался за наверное за ее психику а может и за свое здоровье в дальнейшем что у нее там на уме да я же не знаю может она там царапаться начнет или кусаться там или за топор схватится да а мне по голове даст но слава богу до этого не дошло до топора все остальное как бы было мир до топора слава богу не нашло друзья и вот проходит уже пару дней наступает очередная ночь когда мы с ней занимаемся любовью вернее она хотела от меня ласки а я в этот момент просто хотел отдохнуть как наверное есть мужчина да если там девушки женщина да которые но ты же не каждый день секса хочешь да иногда тебе хочется просто поваляться помечтать там посмотреть потолок знали просто уснуть крепко да и посмотреть приятные сны но девушки реально прям не лежалось да она цепилась меня да и говорит давай 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 мне вот хочется давай займемся этим самым я особо сопротивляться не стал мы начали с ней это делать и тут я понимаю то что наверное я все таки устал от этого марафона алкоголя секса за эти пару дней этого всего моря у нас не было да не просто как-то вот не получается мне хочется нет вы не подумайте у меня с здоровьем все в порядке ну по крайней мере на тот момент было да просто мне вот хочется поваляться полежать с ней рядом ну тут у нее такая сила друзья нечеловеческая она меня садится вернее на меня сверху хватает меня за руки вроде бы девушка хрупкая у нее спортивное телосложение но не настолько чтобы пар мужика там да взрослого завалить и прижать там кровати да чтоб он шелохнуться не мог но я реально не мог шелохнуться я почти всю свою жизнь отработал грузчиком и поверьте меня силы и дури хватает за двух мужиков может даже за трех но здесь я не мог вообще ничего сделать даже пошевелиться настолько она меня сильно сплотила что я испугался у меня даже был страх потому что ну себя страх то что я впервые в жизни столкнулся вот с девушкой не человеческой силы наверное как вот пять мужиков такой вот силы она была в тот момент она меня держит друзья я пытаюсь вывозь я говорю я не хочу знаете так смешно было со стороны наверное вода обычно девушек насилуют а тут парня пытаются изнасиловать ну вот я всякий всячески на сопротивляюсь там брыкаешь прорываешь гири не хочу же у меня злость когда тебя насильно да чего заставляют делать я думаю любого человека сразу агрессии у меня агрессия из меня идет я грею я не хочу ничего отпусти меня но она друзья настолько меня сильно сжала прижала кровати что я просто не мог даже дернуться и тут вы не можете себе представить из нее мужской голос исходит я точно уже не помню ее слова что она мне говорила приличное время не пару лет прошло я как-то даже пытался забыть эти моменты у нее реально такой мужской такой бас лежать типа да я точно не помню друзья но такие вот команды от нее были то что давай лежи не двигайся будешь моим я что хочу с буду делать и ты ничего не сможешь мне против сказать потому что сильнее чем ты она правда друзья была сильнее чем я я не мог даже пошевелиться все-таки у нас и не получилось потому что я очень сопротивлялся и наверное это же было особо не пока но не поверите нее такой был бешеный взгляд ну подвыпи подвыпивши были немного но не настолько пьяные да чтобы там белочка какая-то у нее случилось или я какую-то белочку словил нет примерящего все но у нее настолько был друзья не человеческий взгляд полный такой вот ненависти и в то же время вот такого наслаждения да то что она сильнее чем я мужчина да и может вот так вот меня просто как ребенка приезжать кровати беспомощного и со мной делать все что хочет если вот этот вот голос не 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 женский да не человеческий даже наверное даже не мужское какой-то демонический такой но больше походящий на мужского рода скажем так я не могу вам объяснить но у меня думаю поняли что я имею ввиду голос голос мужской демонический голос я вам потом расскажу как я в сергей в посад ездил начитку сильнее там с матушкой спокойной был мы с ней ездили и там вот изгнание бес вот там такие же были голоса вы можете сами съездить на службу и увидите вот такой голос из нее исходил рычание голос уже не мяуканье что она мне прям приказывала или она я не знаю кто не сидел девушка реально была одержимая видимо бесами у вас принципе тема такая продвес надо так надо мне горло промочить что-то мне горло даже друзья пересохло соса слова немного наверно друзья наверно друзья я же курю сигаретам потому что так мне как-то я больше расслаблюсь я когда закуриваю когда курение кстати это вредно друзья ни в коем случае не агитирую вас курение курение это зло в данном ролике о вас ни к чему не не склоняю к этим вредным привычкам бросайте курить я тоже бросаю надеюсь когда-нибудь я ближайшее время это сделаю я своих многих роликах говорю то что я очень хочу бросить курить на пока что дням все это что прославиться рассказать может я что-то забыл и так легче вспомню я хочу закурить вернее покурить ну друзья и у нас ничего не получилось вот момент с этой девушкой мы решили все-таки поспать я не мог уснуть полночи у меня жуткий был страх что это такое вообще и вот этот вот голос и вот это вот сила и вот это вот все она уснула вырубилась и без как говорится пятки отбросила без задних ног и как будто ничего не было а у меня вот именно у меня такая паника была да то что я не мог просто поршел вот это мне просто жутко было следующий давайте друзья уже промотаем немного вперед а за пару дней еще через пару дней это уже почти неделя проходит опять же мы с ней ложимся в кровать начинаем любовью заниматься и опять же у нее вот это повторяется она только меня уже мне уже говорит меня уже предупреждает сейчас опять вот это вот сущность во мне появится не обращая внимания вот старайся делать все что тебе будет говорить или просто-напросто ну давай не будем вообще заниматься этим просто там ты пойдешь на кухню покушешь пью попьешь она мне говорит а я там попробую уснуть ну я думаю да ладно может быть ее как-то белочку она словила переклинила тот раз да и такого больше не будет и что вы думаете опять вот это повторяется все только она меня уже не прижимает кровати а вот это вот просто мне сила она меня обнимает царапает мне настолько спину что у у нее еще ногти были вот из вас кстати если на девушке смотрят наверное многие за ногтями да за руками ухаживают педикюр себе делают да но я думаю вы не царапаете настолько своих мужчин чтобы аж до мяса я конечно не знаю но думаю что вы не такие маньячки садамаза да вот здесь реально мне в спину просто кровь и плюс она начинает вот у него закатываются начинает вот этот вот голос начало не умею гонида а потом вот этот голос мужской то что там что-то мне говорить я уже не буду ее слова пересказывать друзья я не помню да и ролик я может потом пересниму опять пишите в комментариях может быть что-то вспомню если вы меня попросите более интересно вам расскажу вот она не начинает рассказывать друзьям уже с ней любовью закончили заниматься начать мне рассказывать то что она одержимая то что мне вот эта вот сущность просыпается под алкоголем этом под сексом или по тем под другим сразу или когда назвали какая-то агрессия когда она чувствует что кто-то и хочет зло причинить у нее скажем так отключается как бы две личности да вот мне личность которая настоящая включается вот этого демоническая в которой силы я вам говорю там вагон силы в этой вот демонической вот это вот ее сущность и как бы она верила это как моя защита типа того но я не понял на самом деле что здесь хорошего кстати друзья я эту девушку пару раз ловил она очень любила голове одевать на себя на голове дело пальто у нее пальто было кстати на улице лето было чтоб вы в курсе были да она не зимой выбегала может быть она и зимой бегает но мы с именно летом виделись был я у нее где-то около месяца потом мы с ней решили разойтись по-дружески так да но это уже другая история вот и она опять же друзья повторюсь мы с ней не напивались до чертиков чтобы у нее прям белочка переклинивала а вот это творил она просто одевала пальто на голове тело кеды и выбегала на улицу подбегала к незнакомым людям ночью там просила у них мелочь какую-то кто-то пиво возьмет кто-то сигарет вот а я бегал за ней потому что я переживал мало и какие-нибудь ее те же там приезжие на засуну к машину и увезут из насилов да я все равно переживал за человека на этой девушке и у нее как страх вот отключался да вот эта вторая сущность включалась она как ведьма на метле вылетал на улицу голая ведьма голенькая в пальто и в кедах и вообще ничего ни трусиков ни майки ни липчика ни штанов то есть голое тело сверху пальто и кеды у нее плащ такой был летний кстати потрепанный весь точно ведьма друзья точно ведьма вот я ее пару раз возвращал домой ловил прям тащил чуть ли не за волосы друзья вот так вот пойдем все хватит там бил ее по щекам ну не бил грим так а шлепал ее по щекам чтобы она в себя пришла но это не помогало даже было такое что один раз она меня потом ходила и искала после своего очередного вот этого приступа я снимал на тот момент комнату в квартире мы решили ко мне съездить игры давай ко мне ездим ты хотя бы посмотришь как я живу побываешь у меня в гостях приезжаем ко мне день кстати на улице был когда мы решили но наверное многие любят мне немного неловко это говорить да но я считаю мы с вами взрослые люди кстати детей уберите от экрана видео наверное мне придется ограничение по возрасту поставить еще не знаю если ничего такого порно никакого я вам не рассказываю но думаю все равно этим это не обязательно знать хотя дети разные бывают наверное сейчас дети многие больше чем взрослые знаю все и мы с ней лежим в кровати да уже позанимались любовью день на улице у меня кровать прямо у окна была то есть комнате очень светло и тут она опять начинает говорить мужским голосом то что а нет друзья да она начинает заговаривать мужским голосом я ей говорю а ты знаешь я верующий вот у меня комнате иконы были начинается я сущности с этой сущностью общаться говорю то что вот я сейчас начну молитвы читать и типа ты с нее изъедешь вы наверно смеетесь вам смешно а мне в тот момент не смешно было мне было стремно я привез в себя в комнату съемную квартиру она и там мне эта сущность вылезла из нее так говоря и начала мне жизнь там немного портить да вот этим своим нахождением уже в моей квартире вот я сейчас почитаю молитву кидай ты ее оставишь в покое я уже с ее сущностью общался в тот момент а она говорит то что это вот сущность но опять же голосом вот этим вот рычание вот этот голос типа мужской нет я не боюсь не не молитв не икон не крестов то чтобы все люди считаете то что бесы боятся вот фильмы с ним вот это ее слова в кино там да там кресты и молитвы на это все библии мы этого не боимся на бога не боимся как же она мне еще сказал это сущность друзья вы этого больше нигде не услышать упал телефон видите как сам по себе сейчас я развернуто не очень хорошо на самом деле что-то видите не хочет чтоб я снимал но слава богу не разбился кому-то не нравится то что я снимаю это наверное не всем это надо знать но я досниму этот ролик вот так все при том друзья телефон руки держал меня взямо будто выбили с мурашки по коже бегут не верите что покажу поднять не видно наверное мурашки по телу друзья друзья как будто у меня из-за прям выбили телефон жуть 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 жуткая жуть жуткий жутей и вот она мне говорит давайте дальше продолжим мы ничего этого не боимся я говорю ты когда-нибудь и вообще оставишь в покое как это возможно это как нибудь вообще сущность я общаюсь чтобы эта сущность эту девушку мы вышли из нее да вот как бесы уходят из людей она ведь нет она моя всегда все как бы ее дело принадлежит мне когда мне надо я им пользуюсь вот так вот она мне сказала как вот люди на там автомобилями пользуются там я не знаю вещами пользуются телефонами пользуются эта сущность она пользуется видимо этой девушке прям какой-то ужастик вам рассказываю опять вы праве верить мне праве не верить это ваше личное право я надеюсь досниму этот видосик почему вы спросите я вот так в темноте при свечах но я хочу атмосферу создать более такую да интересную вот и ролик на мой взгляд довольно таки криповый вот и когда она мне сказала и с такой прям злостью я чувствую ща я грибу а там я вам говорю сила нечеловеческая когда мне вот эта сущность выходит я начал ее шпугать молитвами я думаю ща я грибу точно но бесы ж не любят вот этого всего могла ударить все что угодно и шею мне свернуть тогда но слава богу этого не произошло вот я говорю можно хотя бы про себя вопросы задам меня интересует вообще свои какие-то да вот личные вопросы он ведь задавая спрашивает эту сущность вот я говорю я уже есть татуировках там у меня новость очень бурная была и алкоголь и потяжелее что да но вы поняли молодежь поймет я думаю посмотрит да и взрослые поколения тоже наверно многие это прошли вот надеюсь кстати друзья немногие я буду рад если немногие что-то тяжелее алкоголя если потребляли вот но я уже давно очень давно число всех планах я не пью я только курю и то бросаю и ничего тяжелее этого я не употребляю вот и кстати мы тогда были не под алкоголем не по чем-то еще химическим там там поняли о чем я держ наркотики дам по наркотиками были мы были трезвые лежали не знаю днем у меня в постели друзья прям как будто перчевый мальчик если вы читали такой рассказ весь изгибаюсь я уже устал так стоять сейчас я снимаю думаю этот ролик потом пересниму если вам будет интересно я просто хочу рассказать мало ли что в моей жизни произойдет я не смогу этот ролик снять и чтоб вы посмотрели и вообще чтоб люди это все увидели это будет лишние доказательства того я думаю друзья что все таки есть что то что есть и без и и ангелы и бог и дьявол да много у меня всяких истории могу мысли интересно рассказать опять же пишите в комментариях потому что иногда у меня просто у меня нет стимула потому что нет просмотров и получается что я это все делаю впустую я уверен что кто-нибудь когда-нибудь прям знаете как предсмертное видео снимаю увидит этот ролик да фильмы бывает такой да особенно ужасных там тот предсмертный вид у нас кто-то все-таки увидит это видео найдет телефон посмотрит надеюсь это будет так я на youtube уже умеет все не в телефоне будет вот кто-то по-любому видит этот ролик хотя бы пару человек я спрашиваю я вот весь татуировках там не знаю такая бурная молодость у меня была окажусь ли я в аду вообще буду я ввести а вообще буду ли я там кипеть в аду не гигит нет хорошую ты в аду не будешь вот меня конечно это знаете удивило но у меня бабушка очень верующая церковный человек поварих и в церкви работала мама тоже очень такая верующая по монастырям каталась всегда до церквям по разным меня даже с собой брала куда-то вот здесь не говорят то что ты в аду не будешь хотя весь изрисованный вообще по библии а по идее должен в аду горит за это да вот люди которые своим телом так вот можно сказать издеваются оскверняют да вот этими татуировками по молодости по молодости же не соображаешь да и потом уже с возрастом понимаешь куда ближе к богу становишься да когда мозги уже на место встают немного ты нагулялся уже и более разум скажем так очищается если ты еще в одиночестве как я много времени проводишь жизнь какой-то степени переосмысливаешь да я понимаю что я неправильно я жил да и живу наверное сейчас вот по идее а грешник я должен быть в аду у меня очень много было я гулял друзья я гулял у меня очень у меня очень много было друзья девушек я гулял свое время бабником да и татуировки плюс алкоголь будет тяжелее компании всякие да там хорошие и по-любому я же должен где-то там прожариться наказать меня должны они отмечу что говорит и душа у тебя чистая ты в аду не будешь у меня это конечно порадовало друзья вот если что меня не радовало что вот это вот чернота в девушке сидит да и наверное мешает ей какой-то степени жить полноценной жизнью потом друзья она приходит в себя и уже обычная такая девушка ничего не помнит кстати того что она мне вот этого говорила в этом не помнишь что-то мне там говорила что я там в аду не буду меня черти не буду жарить в аду а ведь я этого не помню вот то что когда вот эта вот штука где-то мне просыпается я меня память как отшибает и я не помню эти моменты то есть это ее получается второе я что ли или напишите в комментариях что это раздвоение личности или она одержимая бесами вот раз она таким голосом говорит нечеловеческим говорила вернее я не знаю живая она сейчас или нет надеюсь что да что все у нее хорошо надеюсь ты живая и все у тебя хорошо значит друзья значит все таки что то есть друзья раз вот это вот все происходило в моей жизни девушка появилась и необычная да скажем так похожая на ведьму одержимая скажем так да я не знаю просто ведьмы все одержимые или нет но это видимо ведьма была одержимая черный кот у нее котенок который кстати постоянно мне пальцем грязь когда мы с ней любовью занимались он постоянно меня за ноги кусал ревновала она его на улице подобрала как она мне говорит котенком еще говорила вернее вот у него с глазиком были проблемы вот он в итоге без глазика остался черненький такой весь потрепанный ее потрепанной квартире получается как полбунья дом наверное избушка да на курьих ножках черный кот без глаза и до из одного глаза вернее и она сама такая да вся зловещая да получается как видимо не знаю ролик ролик нормально получится нет друзья думаю суть основное до вас донес да после этого мы с этой девушкой общались какое-то время но в итоге все-таки наши с ней пути и разошлись и мы с ней уже видео с как пальцем бежит а мы с ней уже давно не вместе пару лет точно вот но этот случай никогда не забуду эту встречу вернее с этим человеком да или не человеком не знаю что мне может друзья даже я буду в аду гореть то что я с бесноватой вступал в половую связь содержимый бесами да я даже я вам признаюсь немного я от этого даже удовольствие получил какой-то степени это наверное еще один грех и не знаю правду для меня не зря же говорят что бес они никогда тебе правду не скажут может я и буду жариться где-то на нижних уровнях земли вот но друзья кстати в постели тоже когда мы это с ней этим занимались любовью да я такого не с одной девушки не испытывал это наверно уже другого видеоролика я кстати за это ей какой-то степени благодарен что я действительно узнал что такое когда страсть когда действительно секс а не просто там девушка бревно или ты не хочешь да или наоборот там парень бревно вот а девушка не хочет действительно я испытал наверное все земные удовольствия с ней в тот момент в то же время и словил нереальный страх в моей жизни это впервые такого никогда не было чтобы я вот так проживал целый месяц с девушкой когда я с ней познакомился и наверное мне сказали что она такая я бы наверное от нее бежал и этого ничего не произошло но я не знал и вот так все понарастающе происходило думаю друзья на сегодня хватит мне еще монтаж этого ролика делать давайте пишите в комментариях что вы думаете по поводу всего этого кто не подписан подписываемся на канал ну и конечно нажимаем такой вот жирный горячий как это свечка лайк да и колокольчик друзья забыл совсем нажимаем колокольчик чтобы быть в курсе всех моих новостей короче новых видеороликов блин ай горячо свечка догорел и все почти догорел и все пальцы у меня воски давайте давайте друзья пока с вами был жека канал жека друзья давайте